МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Видное ТВ проведу я, Татьяна Брылова. Здравствуйте. И вот о чем мы расскажем вам в нашем праздничном выпуске. Финал «Рыцарь года-2019» состоялся. Кто на этот раз был признан самым выносливым, умным, артистичным? Все ребята талантливые. Вот мы 24 года оцениваем, и каждый раз ты выходишь и думаешь, а вдруг я ошибаюсь? В историко-культурном центре открылась выставка живописи, которая всех, несомненно, порадует своими весенними красками. Мне очень понравилось. Прекрасно все. Концерт для мам и бабушек в Развилковской библиотеке подготовили местные самодеятельные артисты. Мама, мамочка, хватит у меня облака. В Дворце спорта «Видное» состоялся финал районного конкурса «Рыцарь года». Только пять молодых человек, представляющие видновские учебные заведения, смогли пройти отборочный тур. В финале им предстояло продемонстрировать артистизм, интеллект, оригинальность, выносливость и силу – качества, присущие настоящему рыцарю. За состязанием наблюдал Максим Козлов. В фойе Дворца спорта «Видное» царит оживление. Ведь районный конкурс «Рыцарь года» – состязание не только отдельных учеников, а по сути противостояние школ. В начале марта Дворец спорта «Видное» пользуется особой популярностью. Только отгремел праздник, посвященный Международному женскому дню, и вот он вновь встречает гостей. На этот раз школьников ожидается более 1200 зрителей. Плакаты, транспаранты, кричалки. Не только участники, но и зрители серьезно подготовились к конкурсу. Играю, простые и дети, в том числе и армии отоплеты! В финал конкурса вышли Захар Морозов, представляющий Видновскую школу номер 7, Даниил Крупский из 9-й школы, Михаил Пчелин, представитель 5-й школы, Николай Пак из ВХТЛ и Денис Зубрев, ученик школы номер 2. Перед началом состязаний к собравшимся обратился глава городского поселения «Видное». Я тоже сегодня волнуюсь, как и финалисты конкурса, потому что мне доверили почетную миссию поприветствовать сегодняшний конкурс «Рыцарь года-2019» от имени главы Ленинского муниципального района Валерия Николаевича Венцеля, от себя лично, от Совета депутатов. Хочу вас поздравить с этим замечательным праздником. Ура! Уже первый конкурс «Самопрезентация» показал высокий уровень подготовки ребят. Костюмы и декорации, песни и танцы, набор художественных приемов, которые использовали участники, впечатлял. Оказаться на этой финальной сцене нелегко. 6 февраля в 7-й Видновской школе проходил отборочный тур. Задача стояла непростая – презентовать себя и свою школу. И сейчас на сцене лучшие из лучших. Им помогают их школьные товарищи. И вот одна из команд сейчас готовится к выходу. Захар Морозов выбрал для самопрезентации образ знаменитого однофамильца – Саввы Морозова, легендарного промышленника и мецената. Через него Захар хотел донести до зрителей идею важности существования в мире таких понятий, как взаимопомощь и милосердие. Идея пришла из выступления на отборочном туре «Рыцарь года» в школе. Я заступился за свою фамилию, и так совпало, что я, получилось, выиграл в полуфинале конкурса «Добровольцы России». И так сошлись звезды, что Савва Тимофеевич сам появился. Мне осталось только было его взять и раскрыть его. На протяжении всего выступления в зале не смолкали восторженные крики. Глядя, как на сцене молниеносно сменяются образы героя и массовка, понимаешь, что перед жюри стоит нелегкая задача. Все ребята талантливые. Вот мы 24 года оцениваем, и каждый раз ты выходишь и думаешь, а вдруг я ошибаюсь. И они все почти одинаковые, они почти все на одном уровне. А ты должен найти лучшего из лучших. Это, конечно, проблемно. Следующее состязание было не столь эффектно, но не менее важно. Интеллектуальный конкурс, посвященный 90-летию Ленинского района. Каждому участнику предстояло ответить на ряд вопросов, касающихся истории родного края. В каком году началось строительство Московского коксогазового завода? Строительство Московского коксогазового завода началось в октябре 1937 года и было завершено только после войны. Венчало финал военно-патриотическая эстафета, где участники показывали свои умения в составе команды. Естественно, что настоящий рыцарь должен и ловким быть, и с оружием уметь обращаться. При этом даже наличие навыков не гарантирует победы. Железные нервы – вот ключ к успеху. Есть ряд ребят, которые были на сборах, которые мы проводили, юноаремейские сборы. В основном, сейчас посмотрел, навыки, знания есть. Посмотрим. Бывает, что люди волнуются, иногда забывают о том, что умеют. До самого окончания состязания сохранялась интрига, кто же в этот раз получит рыцарский титул. Военная эстафета расставила все точки над «и». Рыцарем года 2019 стал Николай Пак, ученик Видновского художественно-технического лицея. Мы готовились, как только узнали этого конкурса, ну, когда нам сказали, что будет. И мы готовились упорно, старались, каждый день все вычищали. Я пытался вжиться в эту роль. Я думаю, у меня получилось. Конкурс «Рыцарь года» проводится на протяжении 23 лет. За это время в нем приняли участие более 4000 учеников. Свыше 100 из них стали победителями и призерами. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ. Пока синоптики упорно прогнозируют нам еще месяц холодной погоды, в районном историко-культурном центре уже распустились цветы. Правда, рукотворные. Здесь открылась выставка преподавателя школы акварели Сергея Андреяки, Ольги Волокитиной и ее учеников, работающих в технике многослойной акварели. Прикоснулась к прекрасному и наша съемочная группа. Накануне 8 марта видновчанкам сделали прекрасный подарок. В историко-культурном центре открылась выставка талантливой художницы Ольги Волокитиной. На входе посетители встречают длинный портретный ряд, созданный самой Ольгой Волокитиной. А вот экспозиция в остальных помещениях – настоящая ода природе, цвету и цвета. Здесь также много ярких, сочных натюрмортов, созданных как самим преподавателем, так и его учениками. И сегодняшняя выставка как раз-таки, по моему мнению, я считаю, она самая женственная. Она не могла быть и стоять в графике. Только в эти дни, в предпраздничные дни, посвященные Международному женскому дню, эта выставка могла открыться. Здесь представлены работы в технике «Многослойная акварельная живопись». Это собственная методика основателя школы акварели Сергея Андреяки. Когда пишется работа, используется очень много слоев. Это можно доходить до 17 в каждой работе. То есть накладывается слой за слоем. В зависимости от того, что изображается, это может накладываться по сухому или по влажному, сухой или по влажной акварели. Работы в этой технике напоминают насыщенную масляную живопись. Но в отличие от масла, их отличает воздушность, легкость, водянистость, присущие именно акварели. Это дает неограниченные возможности для выражения цвета. Произведение Ольги Волокитиной отличает собственный характерный почерк. В этом зале мы можем увидеть как раз эти работы, в которых художница смотрит на природу таким очень приближенным взглядом. Это ее собственная тема. Она к ней пришла спустя долгие годы работы. Есть работы, на первый взгляд, совершенно одинаковые. Но если присмотреться, начинаешь видеть отличительные черты почерка каждого художника. Вот смотрите, это портрет кисти преподавателя, а это работа ее 16-летней ученицы Полины. Поразительное сходство, но все же они совершенно разные. Один из посетителей выставки Никита Максимчук сам художник, поэтому его оценка сугубо профессиональная. Никита довольно часто ходит на выставки коллег, и ему есть чем сравнить. Хорошая очень по цвету, видно, что рука поставлена, в общем, передает такое приятное весеннее настроение. Видно, что такая более-менее старая школа, что очень приятно. Но больше всего экспозиция ожидаемо порадовала представительниц прекрасного пола. Мне очень понравилось, прекрасно все. Бесподобно. От начала до конца. Просто столько эмоций, столько... Просто вообще хочется смотреть, смотреть, смотреть. А одну и ту же картину не один раз подойти хочется. Всего на выставке представлено около 50 картин. Увидеть экспозицию можно до 7 апреля. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видно этого. В преддверии 8 марта сотрудники Дорожной полиции Ленинского района устроили на дорогах настоящую облаву. Выявляли среди автомобилистов представительниц прекрасного пола и поздравляли с праздником. Просим вашего внимания на одну минуточку к нам проходить сюда. В преддверии праздника хотим вас поздравить с 8 марта. Спасибо большое. Ждать счастья, здоровья, всего самого хорошего. Безопасно на дорогу. Берегите себя и других участников дорожного движения. Спасибо большое. Малыши хотят вас поздравить. Спасибо. Очень приятно. Ребята из детского сада «Журавушка» участвовали в рейде наряду с полицией. Для этого они своими руками сделали поздравительные открытки и выучили стихи. Мы хотим сказать вам, от мальчишек всей земли будем смело ощущать вас, чтобы плакать не могли. Некоторые автоледи были настолько тронуты таким поведением участников дорожного рейда, что приняли свои контрмеры. Малыши, спасибо большое. Крадо, не смеется, я у меня. Эта праздничная облава на дороге далеко не первая и проводится на территории Ленинского района уже пятый год подряд. Каждый год наши женщины Ленинского района и гости не остаются без внимания наших мужчин и наших юных помощников. Пусть этот праздник радует ваше сердце, ведь в нем всегда присутствует любовь. С таких теплых слов в Развилковской библиотеке начался концерт, посвященный Международному женскому дню. Школьники и местные артисты поздравили яркими выступлениями женщин поселка. На праздничном мероприятии, где все стихи и песни были посвящены мамам и бабушкам, побывала наш корреспондент Анастасия Воронина. Международный женский день впервые отметили в России в 1913 году в Санкт-Петербурге. Не случайно это произошло именно в этом культурном городе. Ведь как много гениальных строк посвящено прекрасному полу. А в Развилковской библиотеке стала доброй традицией отмечать этот весенний день праздничным концертом. Детский клуб развития и ученики 2-го Г-класса Развилковской школы вместе со своей учительницей Ириной Чугиной поздравили мам и бабушек яркими выступлениями. Мы всегда рады видеть и слышать наших маленьких деток. Всегда очень приятно, когда они выступают перед нами. Это умиляет нас и радует. Жить нужно весело. Жить надо с позитивом. И все проблемы всегда уйдут на задний план. Вот это мой девиз. Весна – это прекрасное чувство. Весна – это всегда хорошо. Весной пробуждается все, просыпается. Пусть всегда будет солнце. В концерте прозвучали не только песни. Также ребята исполнили веселые частушки и даже подготовили забавную викторину. В какую воду нужно опускать макароны? Горячая. В этот день было сказано много добрых слов в адрес тех, кто дарит нам материнское тепло. Отдельным сюрпризом для всех стало выступление семьи Балакиных. Мы знаем давно семью Балакиных. Это замечательная пара. Мы всегда рады приветствовать их. И они никогда не отказываются. Когда бы их куда бы не пригласили. Для меня это вообще самый лучший праздник. Самый лучший, где много цветов, где много подарков, где много веселья. Стихи, вот я помню, дети читали такие стихи, пели песни. Замечательный праздник. Все номера получились очень яркими, а атмосфера в зале по-весеннему теплой. Одним словом, концерт удался. В завершении его всем женщинам подарили цветы и открытки с пожеланиями. А после виновниц торжества пригласили за праздничный стол отведать вкусные выпечки и сладостей. Анастасия Воронина, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ. И коротко о погоде в праздничный день. 8 марта потеплеет до 3 градусов со знаком «плюс». Ночью немного меньше – плюс 2 градуса. Дождь, а снегом? Уверена, это не помешает отличному настроению, которое нам, женщинам, создадут наши мужчины. И это все новости на сегодня. Мужчины, не забудьте поздравить своих близких, мам, бабушек, сестер, любимых девушек с праздником 8 марта. А я хочу напомнить, что итоговый выпуск новостей вы увидите в субботу 9 марта. Всего доброго и хороших выходных.